Возраст не помеха. Это и девиз пожилых сочинцев, и название городского мини-театра «Аперетты». Артистам театра за 60 и больше. Секрет их активного долголетия – творчество. Мой возраст уже за 80 лет. И я счастлив, что у меня такие годы, и я еще занимаюсь своим любимым делом. У меня семь внуков, правнуков вернее, представляете, что это такое. Поэтому я занят, у меня нет ни минуты свободного времени. Мы счастливы, что живем в замечательном городе Сочи. Мы бываем на всех мероприятиях. А вот в проведении всех городских и даже международных мероприятий помогают волонтеры серебряного возраста. Казалось бы, такое тяжелое мероприятие, как «Формула». Но наши все там участвуют, и знаете, с таким задором. И такая энергетика в них плещет. Просто, честное слово, смотришь и радуешься на них. У нас времени иногда не хватает даже. Мы живем замечательно, я вам честно скажу. И вот просто живем и радуемся, что мы в этом городе, что мы можем везде участвовать. Ветераны труда, культуры, отраслей образования, транспорта, общественники, волонтеры серебряного возраста, любители художественной самодеятельности. Сегодня на праздник собрались пожилые сочинцы, которые выбирают активную жизнь. Многим уже за 80, но и сегодня они преподают, передают опыт, поют, танцуют. Им глава города Алексей Копайгородский сегодня вручил благодарственные письма. Мы стараемся создавать условия, чтобы каждый из вас всегда жил и ни в чем не нуждался, были всегда в максимальном внимании. Вы всегда максимально могли свои знания, накопленные за столь долгое время, применять на развитие блага нашего города. Каждый из вас состоит в различных организациях. Общественная организация – это двигатель самого главного диалога с населением и властью. Для нас это очень важно, потому что все, что знаете вы, все проблемы, все возможности и пути их решения, мы всегда опираемся на вас. Чтобы у пожилых сочинцев была возможность с интересом проводить свободное время, в Сочи работает общественное движение «Активное долголетие». В него вступили уже 4000 пенсионеров. Программа включает в себя оздоровительные практики, творчество и образовательные курсы. Занятия идут в 45 сочинских домах культуры и библиотеках, а также в стенах Центра пожилого человека. Он открылся в здании городского собрания Сочи.